Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсановский. В то же видео я хочу просто показать, что есть кропотливая работа, которая приводит к действительно хорошему пониманию джанга, грубо говоря, когда человек может браться за любой проект, как это происходит во время учебного процесса. Для тех, кто считает, ребята, что это пустая информация, пожалуйста, закройте это видео и занимайтесь своими делами. Итак, начнем. Вот не зря сделал картинку специально. Только нам решать, можем или нет. Как хотите, говорите. Можно в шутку сказать, могем или можем. Вот эти ребята решили, что точно могут и действительно могут. Тернистый и самый плодотворный путь в джанга плюс пайден. Как это работает? Когда вы заходите на сайт spb-re2.ru, вы увидите вверху, как правильно изучать джанга, другие методики не работают. Абсолютно верно. Вы знаете, в школу приходило много людей, даже, например, после университета. Ну, пишет человек, что вот я делал курсовой проект, курсовой проект сделал, а в школу пришел уже изучать нормально джанга. То есть, по сути дела, работа с какой-то одной версией не дает только поверхностное понимание, потому что джанга намного шире. Итак, цель моего видео – показать, вот с чего рождается вот настоящее понимание джанга. Ну, вот смотрите. Основной смысл, основной тезис. Я рекомендую работать сразу с разными версиями джанга. 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2. То есть, вы работаете в одном проекте, но с разными версиями джанга. Зачем это делается вообще? Ну, вот давайте посмотрим. Сначала прочитаем мое сообщение, где я написал. Ну, чтобы вы поняли, откуда отталкиваться. Сергей, а год назад вы могли себе представить, что будете зарываться в джанга? Перед этим Сергей написал, что вот его сообщение. Да я тут зарылся, что уже не понимаю, с каких ошибок даже начать. Конечно, мы подскажем, да, то есть подправим. При этом я обычно направляю, ну, я сказал, закомментировать все URL и пойти по порядку. Там одна версия 1.7, вторая 1.9, да. Не бьют URL. Redis, то есть регулярное выражение. Пришел на помощь Сергея Питерских тоже. Я знаю, что работает парень именно этим методом. Ну, и будут вместе разбираться, разберутся. Я уже не переживаю. Давайте прочитаем, и вы поймете, почему не переживаю. Я улыбаюсь и говорю про себя, ух, вижу слова программиста, который приступил к новой задаче. Ребят, а ведь это нормальное состояние программиста. Просто почему-то многие ребята начинающие, которые начинают, ну, хотят только стать программистом, они почему-то в большинстве своем считают, что программист вот сел и написал. Ребят, разочарую вас. В большинстве своем процентов 80 времени программист проводит в том, что решает какие-то ошибки, неважно от опыта, стажа. Это нормальное состояние. Это нормальное состояние. Поэтому здесь надо понять очень простую вещь, что это нормальное состояние программиста, и вопрос, насколько быстро ты решишь задачу, да, вот эту, зависит от опыта. И вот этот метод, который я указывал в школе, дает самый быстрый путь изучения джангу. Но это еще не все. Ребята, обратите внимание, кто работает с джангой, вот именно с джангой, вот он ее перерывает, то потом другие библиотеки, такое чувство, как с фантиками играешь. Простенько-простенько. Спешу успокоить. Решите, но потом все повторится снова. Ведь так же, я знаю, Сергей говорил, когда устанавливал редактор, так же было со статикой, ничего не понимаю, потом разобрался. Это нормально. То есть, что я говорю, перерыл сантиметр за сантиметром. Потому что джанга от версии к версии меняют пути, меняют. Недавно были, я знаю, что изменение пути в утилитах, да, там одна буква изменена. Но, чтобы все это видеть, понимать, это надо перерыть лично. Поэтому, допустим, работа с одной какой-то версией джанга, она ни к чему не приводит, вообще ни к чему. А на самом деле, я Сергею хочу сказать, просто вы уже выросли и начали разбираться в более сложных вещах. Ну, давайте мы, для тех ребят, которые только решили изучать язык, давайте мы посмотрим комментарий, как он писал. Ой, я немножко не то открыл. Сейчас я открою и покажу вам. Просто, на самом деле... Вот, когда-то было интересное письмо. Всем привет. Но я уже больше прошло время. Пять месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Для меня это было, как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче, побыстрее. Каждый по совету скинулся, все дело сделано. Программа обучения мне нравится, все круто, бери и делай в удобное время. Было неудобное умение, как учить два языка, да, пишешь на двух языках. Очень крутые ощущения, слова мне опишешь. Так далее, так далее. Но ведь, понимаете, просто зачастую мы забываем, с чего мы начали. Сегодня человек уже решает проблемы, то есть он не просто, чтобы проект запустился, он делает этот проект на разных версиях Жанга. Это открывает абсолютно иные возможности. То есть действительно огромнейшее понимание. Я вот пишу. Я имею возможность наблюдать общую картину. Тоже было со статиками то, что я говорил, но потом решилось. Тоже было с редактором, когда не знал, к чему подойти, тоже решилось. Потому что на самом деле, когда я увидел, когда человек начинает работать с разными версиями Жанга, то оказывается, встречается с реальными вещами. То есть в каком-то, где-то одна библиотека не бьет, вторая не может становиться. И оказывается, тогда только начинает человек понимать, что надо либо более старую версию, либо в URL заглянуть, там поменять кое-что. То есть, по сути дела, человек вынужден разбираться с самим Жанга, разбираться с библиотеками, лезть в код. То есть, нутро, да. Просто данный путь через тернии. А тернии, это и есть изменение Жанга от версии к версии. Дает богатый и качественный опыт понимания Жанга на личном опыте. То есть, что называется, перерыл по сантиметру. Если Сергей, Сергей и, ну и лишнее добавил, и далее продолжит заниматься в этом ключе, то через немного времени они смогут по виду файла знать, какая версия Жанга, понимать, что смотреть, где искать причину. Грубо говоря, все пойдет быстрее. Больше не будет вызывать ошибки такой страх. Так как сама Джанга, стратегия, она не изменится. И далее разработчики будут менять, переносить что-либо. Но на выходе точно человек становится профи. Потому что он перекапывает нутро Джанга и добирается до всех вещей. И, по сути дела, такие ребята могут брать другие проекты. Вы знаете, что уже собрался целый рынок выполненных заказов. Допустим, у людей с версии 1.5, 1.6. Они хотят их на двойку переписать. Там есть большие возможности где-то, да. И, по сути дела, тогда в резюме можно и эти вещи указывать. Для этих ребят это будет как семечки щелкать. Обратите внимание, ребята, всех, кто работает в Джанга, да. Кто работает в Джанга. То после Джанга все другие библиотеки кажутся очень простыми. Это классно. Это действительно хороший эффект. Но Джанга, не забывайте, дает огромную вещь понимание веба, работы сервера. То есть, это еще одна ветвь у вас разеваясь. То есть, написание серверной части. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Итак, ну, то есть, чтобы вы понимали, что вот сел за урок, да, вот проделал все, отработало, вот я программист. Ребята, так вы никогда не станете программистом. Вот смотрим. Вот до этого были контекстные процессоры, не били. Абсолютно верно. Надо было разобраться, что, например, более... Сейчас, секунду. Ну, например, раньше были контекстные процессоры, да, по пути Джанга Core и контекст-процессор, да. Потом уже в более новых версиях Джанга, да, это там, наверное, 1.11, уже стали Джанга-темплейт, контекст-процессор, да. По сути дела, вот для меня, да, даже бы это не вызвало какой-то проблемы, потому что я это просто знаю. Теперь это знает Сергей. Для тех людей, которые работали, допустим, только с версией 2, их бы выбивало. Ведь, ребята, сколько прошло? Лет 15, и двойка, вот, допустим, только началась. А весь код, который до этого был, он что, плохой, но он немножко с другими настройками. И это надо понимать. А как это понимать? Пропустить через себя. Ну, ладно, читаем. О, контекст. У меня в проекте 8 приложений, при каждой новой версии переставали работать некоторые. Нужно было заменить Джанга 1.7, сделал вроде все норма, но появилась ошибка. То есть, вполне нормальные вещи. Когда начал работать Джанга Таггет, а Джанга Таггет я вообще рекомендую использовать, потому что это очень крутая библиотека, да. И тут у него появилось несколько путей, потом я подсказал. То есть, либо поставить более старую версию Джанга Таггет, либо взять, переделать, потому что потом полезли формы. Это и есть нормальная работа программиста, но надо работать с несколькими версиями Джанга. Ну вот, видите, я потом сбрасывал, потому что здесь вот утиль, а в более новых версиях утиль, да. Если мне это бросает сразу в глаза, то человеку, который не работал с подробностями, он до этого никогда не додумается. А те, кто прокопался, рано или поздно к этому придет. Ну вот, я ему написал, да, то есть, было утиль, стало утиль, да. То есть, эти вещи, она просто, они подмечаются со временем. И показал, что можно посмотреть реально в пакетах Джанга, вот, формы и найти, просто вот видно, утиль, да. А раньше был утиль. Это мелочи, но от них зависит время. Новичок иногда застревает на несколько недель. Для опытного программиста достаточно часа. Теперь пошли URL. Вот такая вот работа и есть, да. По сути дела, мог бы плюнуть Сергей, сделать с одной там версией Джанга, как-то вот там было 1.7, да. Проделать, да, все получилось. Но, все-таки, эти Сергеи пошли другим путем, который я порекомендовал. Ребята, говорю, а делайте в 1.7, 1.8, 1.11, 2. Старайтесь написать проект на разных версиях. И вам начинается выскакивать все, что изменено. И вы вынуждены решать. От этого, конечно, можно отказаться. Ну, то есть, грубо говоря, можно сказать, я не хочу быть профи. Мне достаточно поверхностно. Но нет. Ребята решили, если профи, значит профи. Ну что ж, ребята. Правильно. Только мы решаем, можем или нет. Но, не зря я хотел дочитать это сообщение. На выходе будет то, что ребята смогут брать абсолютно любые проекты. И то, что для других будет уходить, как я говорил, недели. Да, они сейчас отмучаются. Примерно этот период около года. Ну, как я замечал. То есть, когда, по сути, потом уже, как это, на интуитивном уровне ты понимаешь, где копать, что подсмотреть. То есть, довольно просто. Я не буду сейчас, потому что... Ну, это надо смотреть, да, в интернете. Сейчас я не буду. Тут уже они вместе собрались решать. То есть, сбрасывать весь проект. Все правильно. Потому что с URL задача довольно частая. То где-то... Ну, в общем, даже многие могут не сильно понимать, о чем я говорю. Ну, по сути дела, кода здесь нет. Замудренного я ничего не говорю. Я говорю просто, ребята, что есть путь. Путь именно копания, да. Копания джанга. Он и приводит к пониманию. Пониманию на личном опыте. Этот опыт нарабатывается, когда вы проходите уроки. Пришли в школу, открыли, да. Не надо лезть сразу, допустим, там новые курсы и работа только с джанга 2. А делать надо следующим образом, чтобы это было правильно. То есть, зашли в кабинет. Для вас это... Вот так будет выглядеть, да. Делаем там 63 шага. Делаем 1,7. Делаем 1,9. 1,11. Один и тот же проект ведем на разных версиях. Только так вы в себе воспитаете программиста, который что-то... Не что-то, а который может разобраться, может двигаться сам. Ведь сейчас ребята двигаются сами. Пыхтят там. Зарываются. Это нормальное. Через это, ребята, проходит абсолютно каждый программист. Вопрос в другом. Вот эта психологическая нагрузка, когда кажется, что, боже мой, копаюсь и нифига не получается. Она... Как тут правильно сказать? Это все приходящее. То есть, по сути дела, просто немножко... Надо иногда остановиться. Но ведь то же самое было с контекстными процессорами. Разобрался, да. Контекстные процессоры, это когда мы хотим, чтобы какой-то элемент для новичков, говорю, отображался на любой странице сайта. Для этого и делаются контекстные процессоры. Так вот. Но сам вопрос, то есть, когда мы начинаем идти этим путем, вот эта неотвратимость, то есть, вот эта вот... Ё-моё, это ошибка, как она там задолбала, да, или там устала, я не могу решить. Не знаю даже, куда спрашивать. Она с опытом уходит. То есть, приходит уже понимание интуитивное. Ага, человек уже как компьютер, да, который занимался по этой методике, начинается быстрый перебор. Так, перенос в библиотеку или то, или меньше версию поставить. То есть, сразу пошла отработка версий. И, ну, я говорил, когда проходит примерно год, вот в таком режиме работать, потом уже человек выходит на более спокойные вещи. И, допустим, ну, сравнить. Я помню сам, когда со статикой разбирался, ну, не знаю, недели три ковырялся, то сейчас вот, когда делал проект, ну, тот же, например, делал блокчейн, да, делал на 1.11, так как это одна из последних LTS была версия на данный момент. Да, были проблемы с той же статикой, да, но решились, что это проблема примерно там за 35-40 минут. То есть, все это было решено и в среде, и на сервере. И это нормально. Это нормально. Просто есть опыт, и этот опыт я хочу, чтобы имели ребята. Я что хотел сказать, сказал, для новичков сайты в описании видео. Спасибо за доверие. Надеюсь, вы будете сами бросаться на тернии. И помните, ребята, простую вещь. Простую вещь. То, что я сказал. Только нам решать, можем или нет. Ребят, ну, согласитесь, кто за вас решит? Только вы можете решить, что сможете или нет. Эти ребята решили то, что смогут. И вот, значит, с этим сбоем, с перебором вариантов, растут, двигаются. Хотя, вроде бы как, прочитали сообщение, определенное время назад человеку бунту вообще не мог установить. А тут я его спросил, а представили, мог ли ты представить год назад, что ты будешь закапываться в разных версиях Джанго? Конечно, нет. И даже не понимал, что это. Вот сейчас человек занимается истиной. То есть, при подготовке себя он занимается истиной работой программиста. И вот этот мандражный путь, когда ты не понимаешь, за что хвататься, он проходит сейчас в обучении. Ребята, но ведь этот вот путь, когда что-то не получается, это и есть путь программиста, только он вечный. Это ради шутки сказать, есть и минус работы программиста. У тебя постоянная неудовлетворенность, потому что что-то где-то сегодня не получилось. Ничего получится завтра. Это нормальное состояние. Просто для того, чтобы выработать к этому правильное отношение, надо идти тем путем, который я и сказал. Изучайте Джанго, как я сказал. То есть, хотите стать программистом, там другие методики не работают. Также почитайте, хотите стать программистом, здесь есть, да, то есть, собрал где-то статьи, где-то отзывы, такие вещи. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!